Добрый день, дорогие дети! Добро пожаловать на 12 занятие творческой мастерской фонда «Право на любовь». Сегодня мы с вами будем работать над нашей памятью. Память – это штука чрезвычайно важная, особенно для артистов, которым часто приходится выучивать длиннющие диалоги и монологи. И что, собственно, может быть лучшей практикой, чем разучивание стихотворений. Сегодня я хочу предложить вам замечательное, прикольное стихотворение Бориса Владимировича Захадера «Муха-чистюха». О Борисе Владимировиче Захадере вы наверняка слышали, потому что у него огромное множество прекраснейших детских стихотворений. Но еще интересен он тем, что работал он также, был прекрасным переводчиком. И благодаря тому, что он переводил сказки, причем делал художественный, литературный перевод, мы с вами смогли прочитать и узнать такие сказки, как «Приключения Винни-Пуха», «Винни-Пух и все-все-все Милна», «Питер Пен», «Мэри Поппинс», «Приключения Алисы в стране чудес» Луиса Кэррла. То есть это эти сказки замечательнейшие, которые Борис Владимирович Захадер перевел на русский язык, сложнейший русский язык. И мы и мультики про «Винни-Пуха» смогли с вами посмотреть, советские, имея в виду, и книжки эти замечательные прочитать. Огромное спасибо этому великому человеку за его труды. Итак, начнем разучивать с вами стихотворение «Муха-Чистюха» Бориса Захадера. Будем учить с вами по строчкам, разбирать, ассоциировать и благодаря этому быстренько запоминать. С чего начинается каждая сказка «Жили-были?» «Жила-была муха-чистюха». Вот первая строчка. Запомните ее очень легко. «Жила-была муха-чистюха». «Чистюха» она, значит, что делала? Она постоянно купалась, постоянно мылась. Она была эдакая аккуратистка, честолюбивая, которая все время мылась, все время чистила себя, крылышки там свои чистила и так далее. «Все время купалась муха». Вторая строчка. Что логично. Итак, «Жила-была муха-чистюха». Повторяйте. «Жила-была муха-чистюха». «Все время купалась муха». «Все время купалась муха». «Жила-была муха-чистюха». «Все время купалась муха». Теперь смотрите. «Все время» – это значит сколько? Семь дней в неделю. Правильно? Семь же дней у нас. И мы начинаем с воскресенья. Воскресенье. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Сейчас мы с вами будем рассказывать, в чем купалась муха в каждой из дней недели по порядку с воскресеньем. Итак, «Жила-была муха-чистюха». «Все время купалась муха». «Купалась она в воскресенье». Это логично. Начинаем, да, рассказывать. «Купалась она в воскресенье». В чем? Так вы думаете. А теперь внимание. Нужно это представить, чтобы запомнить. Это такая вот как бы визуализация идет, да, воображаемая картинка, которая отложится в памяти. Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье. В отличном клубничном варенье. Представьте клубничное варенье, прям вазочку, розетку с клубничным вареньем. Представили? Вкусная красная клубничка, сладкое варенье, ароматное. Вот в этом варенье в воскресенье купалась муха. «Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье». Еще раз. «Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье». Соединяем четыре строчки. «Жила-была муха-горюха, все время купалась муха». «Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье». Молодцы! Дальше у нас идет понедельник. «В понедельник в вишневой наливке». «В понедельник в вишневой наливке». Вишенку сразу представили. «В понедельник в вишневой наливке». В понедельник вишнёвой наливке. Теперь смотрите, мы будем соединять, присоединять строчку новую, которую мы выучили в понедельник вишнёвой наливке, к предыдущей строчке. В отличном клубничном варенье. Для того, чтобы связка у нас была, поскольку рифма меняется. В отличном клубничном варенье. В понедельник вишнёвой наливке. Ещё раз. В отличном клубничном варенье. В понедельник в вишнёвой наливке. Ещё раз. В отличном клубничном варенье. В понедельник в вишнёвой наливке. Теперь про воскресенье. Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье. В понедельник в вишнёвой наливке. Молодцы. Ещё раз. Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье. Понедельник в вишнёвой наливке. А теперь сначала. Жила-была муха Горюха. Всё время купалась муха. Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье. Понедельник в вишнёвой наливке. Во вторник в томатной подливке. Мама во вторник готовила, по всей видимости, гуляш или борщ. И делала томатную подливку, либо макароны делала, спагетти. Представляем, да, это зрительно? И жарила на сковородочке томатную подливку. Помидорки представили. И они жарятся на сковородке, либо тушатся на маленьком огоньке под крышкой. Итак, во вторник в томатной подливке. Во вторник в томатной подливке. Соединяем две строчки. В понедельник в вишнёвой наливке. Во вторник в томатной подливке. Ещё раз. В понедельник в вишнёвой наливке. Во вторник в томатной подливке. В понедельник в вишнёвой наливке. Во вторник в томатной подливке. Ещё раз. В понедельник в вишнёвой наливке, во вторник в томатной подливке. Ещё разок. В понедельник в вишнёвой наливке, во вторник в томатной подливке. Не забывайте брать тёплое питьё, тёплый напиток для наших занятий. Соединяем. Купалась она в воскресенье. Поехали. Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье. В понедельник в вишнёвой наливке, во вторник в томатной подливке. Ещё раз. Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье. В понедельник в вишнёвой наливке, во вторник в томатной подливке. Мы уже половину стихотворения выучили. Мы с вами большие молодцы. Теперь сначала соединяем. Жила-была. Жила-была муха-чистюха. Все время купалась муха. Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье. В понедельник в вишневой наливке. Во вторник в томатной подливке. Умнички! Учим дальше. После понедельника и вторника идет среда. Значит, следующая строчка у нас начинается в среду. В среду муха подгляжу. Да. В среду в лимонном желе. Лимончик представили желтенький. Желе из лимона. Желе. Такое вот трясущееся такое масло. Желатиновое такое. Как холодец. Только сладкое. Желе. Итак, представили лимонное желе. В среду в лимонном желе. В среду в лимонном желе. Ещё раз. В среду в лимонном желе. В среду в лимонном желе. Давайте теперь соединим понедельник. В понедельник в вишневой наливке. Во вторник в томатной подливке. В среду в лимонном желе. Вот рифма меняется. Надо эту строчку присоединить. Запомнить. Вот какая строчка идёт дальше, когда рифма меняется. Ещё раз. В понедельник в вишнёвой наливке. Во вторник в томатной подливке. В среду в лимонном желе. Запомнили. В четверг. Подгляжу. В киселе и смоле. В четверг в киселе. Я, кстати, кисель сегодня пью. В четверг в киселе и смоле. В четверг в киселе и смоле. Соединяем желе с моле рифмом. В среду в лимонном желе. В четверг в киселе и смоле. Ещё раз. В среду в лимонном желе. В четверг в киселе и смоле. Соединяем с понедельником. В понедельник в вишнёвой наливке. Во вторник в томатной подливке. В среду в лимонном желе. В четверг в киселе и смоле. Ещё раз. В понедельник в вишнёвой наливке. Во вторник в томатной подливке. В среду в лимонном желе. В четверг в киселе и смоле. Молодцы. Теперь сначала. Жила-была. Жила-была муха-чистюха. Всё время купалась муха. Купалась она в воскресенье. В чём вспоминаем? В отличном клубничном варенье. В понедельник вишнёвой наливке. Во вторник в томатной подливке. В среду в лимонном желе. В четверг в киселе и смоле. Я не знаю, как вам, но мне эти картинки, когда они всплывают у меня в памяти, вот картинки варенья, картинки лимонного желе, что мама готовит томатную пасту, да, томатную вот эту подливку для макарон, к примеру, или мяса, или борща. Мне это помогает. Когда я забываю, о чём дальше речь, я вспоминаю эти картинки и дальше легче рассказывать стихотворение. Итак, мы дошли до пятницы. В пятницу. В простокваши. Что такое простокваша? Просто кваша. Квасится, да, как молочко. Молочко, когда заквашивается, объяснила, получается простоквашка. Дальше молочко, когда долго стоит в холодильнике, да, что можно немножечко, допустим, кефира добавить, допустим, ложку чайную, там, столовую кефира на литр молока, и долго-долго стоит молочко в холодильнике, несколько дней, может быть, день, и получается простокваша. Такая вкусная штучка-дрючка наподобие спитанки, но немного другая на вкус. Ложка можно кушать, полезная вещь. Заквашивается молочко. Итак, в пятницу в простокваши она купалась. В пятницу в простокваши. Ещё раз. В пятницу в простокваши. Запомните, в пятницу в простокваши начинаются в одну и ту же букву, на букву П. В пятницу в простокваши. Она в пятницу купалась. Вот смотрите, значит, в пятницу на завтрак была простокваша, компот и манная каша. Вот представили себе, представили эту простоквашу в баночке беленькую такую, компотик и манную кашу. В пятницу в простокваши, в компоте и манной каше. Манная каша, кстати, очень вкусная. У меня дочка любит манную кашу. Кто-нибудь из вас ещё любит манную кашу? У кого какая каша любимая? У меня гречневая каша любимая. У моего сына Миша любимая каша из пшонки. Пшонная каша, такие маленькие жёлтенькие, кругляшки. И овсяную, овсяную кашу тоже он очень любит из овсяных хлопьев. А дочка любит манную кашу. А какие каши вы любите? Кстати, каша это очень полезная еда. И очень неправильно думать, что когда человек вырастает, когда ребёнок вырастает, он уже становится взрослым и должен на завтрак кушать исключительно бутерброды и яичницу с колбасой или беконом. Каша это блюдо полезное. От начала, как ребёночек начинает кушать уже самостоятельно и вплоть до пенсионного возраста, наших дедушек и бабушек каша это очень полезная еда. Поэтому, если у вас есть любимая каша, просите маму, чтобы она готовила вам её как можно чаще. На молочке, с маслечком, с сахарком или с кисельком. Это очень-очень вкусно. Кстати, есть такой замечательный лайфхак. Я с вами поделюсь немножко отлечёмся, раз сегодня у нас такая тема еды. Можно брать желейных мишек, допустим, любые желейные конфеты. И я так делаю для моих детей на завтрак. Допустим, варю кашу, манную кашу, любую кашу. И пока она горячая, туда сверху выкладываете желейные конфетки, желатиновые конфетки, мармеладки. И они расплавляются, потому что каша горячая. И это потом очень-очень вкусно кушать. Попробуйте. Потом поделитесь впечатлениями. Итак, в пятницу в простокваши, в компоте и манной каше. Мы с вами специально эту тему проговорили, чтобы вы запомнили. В пятницу в простокваши, в компоте и манной каше. Молодцы. Давайте с одним с четвергом и со средой. В среду в лимонном желе, в четверг в киселе и смоле, в пятницу в простокваши, в компоте и манной каше. Давайте сначала. Жила-была муха-чистюха. Все время купалась муха. Купалась она в воскресенье, в отличном клубничном варенье. Во вторник в вишневой наливке. В среду в томатной подливке, в среду в лимонном желе, в четверг в киселе и смоле, в пятницу в простокваши, в компоте и манной каше. Вот я все эти картинки представляю, у меня перед глазами встают, вот все эти блюда, которые мы с вами сейчас перечисляем, и мне легче вспоминать стихотворение. В субботу. В субботу. Уже мы к концу подходим. Помывшись в чернилах. Чернила – это жидкость. Раньше, еще я это застала в школе, мы писали такими ручечками, сами заправляли чернила в ручечки. А до этого вообще перья не писали. Перо макали, гусиные, лебединые перья, струсиные, возможно, выйдет где-нибудь, макали чернила и писали. Затачивали перо. Александр Сергеевич Пушкин писал так стихотворение свои. В чернилицу макал, немножечко пряхивал, втирал и красиво писал стихотворение. Итак, в субботу, помывшись в чернилах, сказала «Я больше не в силах». Устала купаться. В субботу, помывшись в чернилах, сказала «Я больше не в силах». В субботу, помывшись в чернилах, сказала «Я больше не в силах». Ужасно, ужасно устала. Жжжи даже муха. Ужасно, ужасно устала. В субботу, помывшись в чернилах, сказала «Я больше не в силах». Ужасно, ужасно устала. Но, кажется, чище не стало. Конечно, она купалась. В чём? Она же не в воде купалась. Она купалась в еде, в чернилах. Как она может стать чище? В субботу, помывшись в чернилах, сказала «Я больше не в силах». Ужасно, ужасно устала. Но, кажется, чище не стало. Бедная муха-чистюха. Давайте ещё раз закрепим наше стихотворение. Сначала и до конца. Муха-чистюха. Жила-была муха-чистюха. Всё время купалась муха. Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье. В понедельник в вишнёвой наливке. Во вторник в томатной подливке. В среду в лимонном желе. В четверг в киселе и смоле. В пятницу простокваши. Компоте и манной каши. В субботу, помывшись в чернилах, сказала «Я больше не в силах». Ужасно, ужасно устала. Но, кажется, чище не стало. Дорогие дети, я думаю, что несколько просмотров данного видео, а может быть, даже и один просмотр, поможет вам, помогут вам выучить это замечательное стихотворение. Я вам сегодня показала, как легко запоминать стихотворение. Ассоциативно. И когда мы, допустим, по строчкам учим, строчку к строчке присоединяем, когда мы запоминаем, на какую букву начинаются слова в одном предложении, например, «П», 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 «В пятницу в простокваши», что «П», «П» начинаются слова «пятница в простокваши». Когда мы представляем, визуализируем то, о чём мы рассказываем, когда мы ассоциируем, например, у меня чернила ассоциируется именно с пером, с Пушкиным, с картинкой, когда Пушкин сидит, такой кудрялый, с бакенбардами, и перо рядом с чернилицей стоит, и вот он придумывает своё стихотворение. Поэтому, когда я рассказываю стихи, когда я учу стихи наизусть, у меня эти картинки, потом, когда я рассказываю стихотворение, хоп, всплывают в памяти, и я вспоминаю, а что там было дальше, что там будет дальше. Дорогие дети, я вам даю домашнее задание до воскресенья, ну, тем детям, которые занимаются сейчас в творческой мастерской, выучить любое стихотворение Бориса Захадера детское наизусть, можно это стихотворение, можно любое другое, сделать видеозапись, как вы рассказываете это ваше стихотворение, вы можете его инсценировать, взять мягкие игрушки, там, лего, пластилиновые игрушки, что у вас есть, и рассказать это стихотворение ярко, красочно, весело, интересно. Видео, пожалуйста, выкладывайте в социальных сетях с хэштегом «Мы вместе 2020». «Мы вместе 2020» все это пишется с видом. Итак, вы получили домашнее задание до воскресенья. Детки, которые присоединяются к нам позже, которые смотрят наши видео позже, мы занимаемся вторник и четверг, я выкладываю новое видео, вот, но оно в Ютубе постоянно будет лежать, поэтому те детки, которые присоединятся позже, вы можете также записать любое стихотворение Бориса Владимировича Захадера, и с хэштегом «Мы вместе 2020» выложить в Ютуб, в Фейсбук, в Инстаграм, в ТикТок, где угодно, где вы зарегистрированы, где вы тусуетесь, где вам удобно. И я по этому хэштегу вас найду. И обязательно посмотрю ваше видео и напишу вам комментарий. Если вам понравилось наше сегодняшнее занятие, нажмите, пожалуйста, лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, делитесь ссылками на мои занятия с вашими друзьями и до скорых встреч в эфире. Пока!